Есть на нашей планете одно очень глубокое место — Марианская впадина. Вы наверняка что-то уже где-то слышали. Помните, в школе нас учили. Эверест — самое высокое место на Земле, Марианская впадина — самое глубокое. Да, собственно, и всё. На этом познание среднестатистического человека заканчивается. Что там да как в этой яме, по большому счёту, никому не интересно. Но вы и представить не можете, какие тайны скрывает это место и насколько странные существа здесь обитают. Находится всё это дело на западе Тихого океана, возле Марианских островов, из-за чего, собственно, и такое название. В двух словах, Марианская впадина представляет из себя огромное V-образное углубление длиной в 1500 километров и глубиной более чем в 11 тысяч метров. В этот жёлоб запросто можно впихнуть нечто высотой северест, при этом останется ещё больше километра воды до поверхности. Долгое время считалось, что в столь глубоких местах царит пустота, и жизнь там априори невозможна. Но в 1958 году советское судно «Витязь» доказало обратное. Учёные обнаружили, на глубине 7 тысяч метров есть жизнь. Со временем появлялось всё больше доказательств тому, что обитатели Марианской впадины не только существуют там в огромных количествах, но и прекрасно себя чувствуют. Помимо всевозможных бактерий, беспозвоночных и моллюсков, там обитают огромные, неопознанные по сей день существа. Настоящее чудовище. 1960 год. Жак Пекар, швейцарский исследователь, впервые пробует опуститься на дно бездны. При помощи глубоководного батискафа «Триест» Жак и его напарник достигают самой низкой точки мирового океана, так называемой «бездны Челленджера» — почти 11 тысяч метров под уровнем моря. Смельчаки пробыли там не более 20 минут, но увидели там достаточно, чтобы заявить — на дне Марианской впадины есть жизнь. Открытие стало настоящей сенсацией. Никто и подумать не мог, что на такой глубине это возможно. Давление на дне впадины более чем в 1100 раз превышает обычное, атмосферное. Примерно 3 тонны на 1 квадратный сантиметр. От такого давления гнется железо. А вот местным рыбешкам — ничего. Огромные моллюски и странные неизвестные науки рыбы отлично чувствовали себя в таких условиях. Но открытие жизни на глубине в 11 тысяч метров — не единственное, что сделало знаменитым это погружение. Много лет спустя были рассекречены записи бортового журнала «Жака Пекара». От обнаруженной в нем информации кровь стынет в жилах. Примерно на полпути в бездну исследователь делает страшную запись. В иллюминатор виден большой дискообразный предмет, который сопровождает батискаф. Предмет совершает маневры, явно разглядывая нас. Объект имел четкие очертания, и ошибки быть не могло. К сожалению или к счастью, он исчез из вида через несколько минут. Что или кто это был, до сих пор неизвестно. Отсутствие знаний о природе этого явления наталкивает на мысль, что это действительно может быть неведомая подводная цивилизация или какое-нибудь древнее существо. Кстати, о древних существах. 1985 год. Опустив под воду 9-метровый шарообразный аппарат, именуемый «Ежом», экипаж американского судна «Гломар Челленджер» тщательно изучал дно впадины. Компьютер фиксирует странные звуки. Тросы, удерживающие зонт, натянулись так, что едва выдерживали напряжение. Исследователи сразу же бросились поднимать аппарат, чтобы выяснить причину странного поведения. Но ничего не вышло. Там, на глубине, что-то крепко держало аппарат. Спустя три часа непрерывной работы оборудование смогли поднять. Неведомая сила сама отпустила тросы. И тут перед учеными предстала страшная картина. Зонт выглядел так, как будто он побывал в пасти подводного чудовища. На обшивке остались следы от укусов. Некоторые стальные тросы оказались оборваны. Случившееся наделало много шума. Состояние тросов и платформы просто поражало. Чтобы сдержать волну страха, а все члены команды были сильно напуганы, официальная версия происшествия была такой. Платформа зацепилась за скалу, из-за чего и случилось повреждение. Но экипаж судна знал — там, на глубине в 11 километров, было что-то огромное и очень-очень сильное. По официальной версии, вроде как все сходится. Дно Марианской впадины устлано различными горами. Вот только место, где проводили исследования, было чистым. Там не было ни одной скалы. Зацепиться оборудованию было не за что. В довесок, будь все так, приборы зафиксировали бы столкновение. Но этого не произошло. Да и кроме ужасных повреждений, были еще страшные душераздирающие звуки, которые так никто и не объяснил. Позже, систематизировав многолетний опыт исследователей, биологи предложили сенсационную версию. Повреждение тросов и платформы могло сделать только гигантское реликтовое чудовище — мегалодон. Огромная доисторическая акула 50 тонн веса и 22 метра в длину. Мегалодон — давно вымерший предок современных акул. Считалось, что они исчезли полтора миллиона лет назад. Но если так, значит, мегалодон вовсе не вымер, а нашел себе убежище в глубинах Марианской впадины. Эта идея возникла не на пустом месте. Позже в этом районе ученые обнаружили гигантский зуб размером с ладонь. Тщательное исследование подтвердило — зуб действительно принадлежал древней твари — мегалодону. Несколькими годами позже проходивший над впадиной японский сухогруз получил сильнейший удар в борт, от чего судно буквально подскочило. При этом водная гладь была совершенно спокойна, рифов и других препятствий поблизости не наблюдалось. Экипаж еще одного судна, именуемого Федерико Падре, на пути своего следования увидел громадный столб воды. Только представьте весь ужас, который испытали моряки. А вот самый свежий пример. Во время недавней экспедиции ученые обнаружили необычную медузу, которая то и дело смахивает на какого-нибудь пришельца с другой планеты. Тело медузы с длинными щупальцами светится красным и желтым светом. Ученые запечатлели ее на видео. Существо относится к роду медуз Кроссота, и у нее два набора щупалец. На видео щупальца медузы вытянуты в то время, как тело остается неподвижным. Такое поведение говорит о том, что она охотится на свою добычу, заманивая ее в засаду. Нашли ее в загадочной и малоизвестной области Марианской впадины, называемой подводной вершиной Энигма, на глубине примерно 3700 метров. Возможно, мы не там ищем пришельцев? Пока мы смотрим в небо и пытаемся разглядеть их на какой-то далекой планете, они вон под нами, ближе, чем мы думаем. Как бы там ни было, океан сейчас изучен даже меньше, чем космос. А значит, в будущем нас ожидает множество фантастических открытий, о которых мы вам обязательно расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok